ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ Целый взвод подростков ознакомился с условиями службы солдат. Самым сложным оказалось встать в 6 утра, еще и сделать зарядку. Особый интерес у мальчишек вызвала экскурсия по территории части и инструктаж по порядку обращения с оружием. Для отражения живой силы противника и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах траншея. То есть непосредственно с него можно сделать навесной огонь. Подняли ствол и стреляли. По окончании школы Егор Попов планирует пойти в армию. Почитает попасть в ВДВ. Из оружия наибольший интерес вызвал автомат Калашникова. Сначала было, конечно, непривычно. Не привыкли 6 часов утра вставать. Утром сонный, без сил, надо сказать. И надо бегать, отжиматься много. Занятия с выпускниками проходят в войсковой части раз в полгода на основании приказа министра обороны страны. Это делается для того, чтобы произвести оптимальный психологический настрой будущих призывников, а также развеять различные мифы, которые накопились за два десятка лет. Это социально значимый аспект. Данная подготовка, которая проводится и в школах сейчас, преподавателями ОБЖ, существуют кадетские классы, проводят начальную подготовку факультативно, проводят занятия по общевоинским уставам, строевой подготовке. И, соответственно, приезжают к нам в часть, показывают им на деле, как все происходит, чтобы военнослужащие по призыву, по крайней мере, не боялись идти в ряды вооруженных сил, что не все так страшно, как в основном показывается в интернете, местами в средствах массовой информации. То есть черный пиар в основном происходит у некоторых каналов и интернет-изданий. Чтобы это все убрать и показать на деле, как оно происходит. Они пообщались с военнослужащими по призыву, посмотрели. Многие из них готовы идти служить, защищать Родину. Отзы военной подготовки проходят на базе общеобразовательных школ. Полученные знания закрепляют на практике. Кстати, часть ежемских школьников, возможно, попадут именно в эту войсковую часть. Редактор субтитров А.Семкин